Привет, Библия! Тема «Человек, близкий к слову» Текст Псалтирь, 1 глава, с 1 по 3 стих Псалтирь записан в Ветхом Завете Когда израильтяне сталкивались с печальными, трудными обстоятельствами Они плакали и просили Бога о помощи А благодарили, когда случалось что-то радостное Во всех этих ситуациях стихи, гимны и молитвы, отражавшие чувства автора Становились псалмами Ветхого Завета Читая Псалом, можно узнать о ситуации, в которой находился автор О чем он думал и что осознавал, проходя через эту ситуацию Авторы псалмов взывали к Богу во времена страданий А благодарили за благодать, которую дал им Бог Псаломщик говорит, что он стал ближе к Богу И встретил Бога через все, что с ним происходило Из-за трудной ситуации он усерднее молился Богу Когда с ним случалось радостное дело, он был благодарен Богу Поскольку он беспокоился о будущем, он молился Богу И Бог показал ему путь, по которому должно идти Он говорил Богу о своей лени и молился о помощи жить верно и старался жить искренне Тогда лень исчезала от него Он рассказал Богу, что произошло с ним, а также его мысли и чувства в то время Каждый раз Бог был с ним, учил правильному пути, утешал его и давал ему силы Поэтому он признался, что благодаря всему этому стал ближе к Богу Многие люди считают, чтобы быть благословенными Это означает жить долго, стать богатыми и жить комфортно и без забот Однако Библия говорит иначе, что долгая, комфортная и богатая жизнь не являются благословениями А быть рядом с Богом во всех ситуациях, с которыми мы сталкиваемся, это и есть благословение Как мы можем стать ближе к Богу в повседневной жизни? Как мы можем наслаждаться благословениями, о которых говорится в Библии? Это возможно, когда мы читаем Слово Божие, Библию В первом псалме автор сказал, что для того, чтобы стать ближе к Богу Он день и ночь читает и размышляет над Словом Божиим И он сказал, что такой человек подобен дереву, посаженному у воды Дерево, посаженное у воды, пьет воду каждый день Его лист не вянет, и он приносит плоды каждый сезон Подобно тому, как дерево, посаженное у воды, каждый день пьет воду и вовремя приносит плоды Так и мы, если читаем и размышляем над Словом Божиим каждый день Слово Божие останется в наших устах И мы принесем много плодов, угодных Богу Автор псалма сказал, что такая жизнь блаженная и счастливая Я надеюсь, вы так же счастливы, как дерево, посаженное у воды Это настоящее благословение читать и размышлять над Словом Божиим Библией И становиться ближе к Богу Редактор субтитров А.Семкин